Мрачное солнце поднимается над Крымском. В ночь с 6 на 7 июля 2012 года этот многострадальный город накрыло 7-метровой волной, как цунами. Что же на самом деле произошло здесь, в эту ночь? Было ли оповещение, сколько людей погибло? Телеканал Политвестник приехал за правдой. Неделя прошла, никакой компенсации. Потерпевшими признали, старый дом под снос. В новом доме вода на метр. Все электроприборы вышли из строя практически, все затоплено. Пройдите, посмотрите, разрешаем. Пойдемте, пойдемте. Говорят, что волна перехлестнула эту железнодорожную насыпь. И пошла в дома. Здесь вот вода шумовала. Когда уходила, все сносила. Вот здесь вот-вот все повалило. Заборы бетонные у людей. Пойдемте. Сушат свои нехитрые пожитки. Пытаются спасти хотя бы что-то. Все, вот это все сложено аккуратненько было на зиму. У нас печное отопление. Печное отопление. Все дрова были сложены аккуратненько на зиму в стопочке. Так, ну давайте зайдем. Жилое помещение было. Жилое помещение было. Старик жил 80 лет, отец. Его признали непригодным под снос. Вот это? Все, уходите, не дышите. Потому что здесь невозможно. Невозможно. Здесь эпидемия может даже открыться. Вода была, сразу сошла. В течение 4 часов. На утро стало все мыть. Здесь уже лучше. Не разувайтесь, не разувайтесь, ради бога. Спали первые сутки на крыше после наводнения. Все позамочила. Все. Думали, кровати плавают, целые останутся. ДСП разбухло. Кровати новые. На матрасах ил был толщиной сантиметр. Под матрасами. Мы спали после первых суток на крыше. На кроватях спали. Думали, нормально. А потом влажность идет и идет. Поднимаю, а там слой на сантиметр. Именно ила вот этого. А как вы думаете, что это было все-таки? Это было наводнение с водохранилища. С Небержаевского? С Небержаевского. Мое мнение личное такое. Предупреждены не были. Мы спали. Услышала, как будто по батареям шумит вода. Как будто в батареях. Как будто печное отопление затоплено. Как зимой. А муж встал в туалет. Говорит, Наташа, вода в туалет не уходит. Сразу же, сразу. Спали, естественно, в нижнем белье. Документы хватаю. Они у меня на готове. После первого наводнения десятилетней давности. Стали открывать дверь. Дверь заклинила. С мужем вытолкали. Получила травму. Небольшая травма. Но кровь выступила. Это уже угроза все-таки для здоровья. А что говорят? Эпидемия здесь? Нет. Этого еще не слышала. Но маски раздают. Помощь оказывают с Краснодара продуктами. На вторые сутки сразу пошли машины. Предприниматели частные собрали деньги. И вот по трассе, по всей. Адагум пострадал. Баканка сильно пострадала. Мы четыре двора вот этих вот. Вот непригодное, в принципе, жилье. К соседям зайдете. Все нам спички, свечки. Все в первую очередь вот это вот. Даже зажигалки дали с подсветкой. Мы оказались вообще без света. И до сих пор находимся без света. Сегодня 13 число. Наводнение произошло с 6 на 7. Неделю без света. Хотя говорили, свет есть. Где-то может в городе есть кто не пострадал. Но мы без света практически до сих пор. Это очень трудно. Там у нас был свинарник. 150 курей было. 4 свиноматки. Хряк. Мы этим жили. Как нам сказал Ткачев, разводите личное подсобное хозяйство. Развили личное подсобное хозяйство. Всех предупредили. Он сказал. Все были предупреждены. Ходили по улице Квартальной. Сирены, значит, с машинами. Мы спали, как котята. Мы пошли просто в туалет. Просто вот в туалет ночью. Вода была вот так вот. Чуть-чуть. Мне сын говорит, давай быстрее откроем. Всех, чтобы спасти. Мы пошли, и вода уже вот так. Все. И волна была такая. Мы же первую волну приняли. Я плавать не умею. И нас вообще смыло. Вообще волной. И понесло. Два километра плыли на каком-то бревне. Я вся. Вот если дальше показывать, я вся. На лбу покажи. Вон откроем. И были просто кусты. За дерево схватились, за эти кусты. Он говорит, хватайся, иначе мы утонем. Потому что течение просто... Я не знаю, с какой скоростью мы летели. Мы схватились за кусты. Скарабкались на тополь. Только утром поняли, что он 25 метров вниз даже идет. То есть 25 метров была высота. Сказали, 4 метра. Высота волны 25? Нет. Вот. Мы были в воде, а когда нас снимали, двумя тросами. То есть вот низ был, где мы оказались. 5 метров было. Метра 4-5. Больше, больше, больше. Было больше. Не больше. Тогда бы он меня руками взял. А на тросе... Ну, можно подойти к тополю посмотреть. Там они дальше. На половине. Вот. И что потом? Двумя троса. А потом. Мы орали. Конечно, бесполезно. Самолет кружил. Ну, смотрели территории какие. Да, нас никто не спасал. Соседка разбудила дочь. Она побежала. Звонила МЧС. Звонила спасателям. Звонила милиции. Они говорят, а какого она этого там делает-то на дереве? Ну, спасайте. А вот здесь МЧС ехала с лодкой по трассе федеральной. С лодкой, на которой можно было нас спасти. Потому что у нас уже руки синели. И что, они проплыли мимо? Они не проплыли. Они сказали, мы едем в администрацию города. А зачем? А я не знаю, видимо, тоже тонула она. Администрация, она же лучше. А мы-то такие букашки. Ну и пусть дальше тонем. Нас никто не спас. Нас спас вот сосед казак. Когда вода... Мы где-то 10 часов просидели. 10. А сколько раз Качевский лечений... На этом дереве вы просидели 10 часов? 10 часов, да. Нас уже руки вот так посинели, потому что дождь шел проливной. Мы же все в воде. А сидеть-то мы не можем нормально. Мы же только вот на веточке и обняли его. Мимо проплывали КамАЗы. Рефлижераторы. Эти, как машины, вот бензин возят. Ну, бензовозы, да. Бензовозы. Это ужас. Я только Бога молилась, чтобы ни один рефлижератор в дерево не врезался. Нас бы сбросило, и тогда все. Все утонуло. Пришла комиссия. Я уже написала вчера заявление. Я вчера звонила в приемную президента. Пришла комиссия, посмотрели. Подвал весь утоплен. Вот даже видно, пока была вода, посмотрите. Вот он весь. Вот, вот, вот мокрая вся. Вот, видите, вода. Все было утоплено. Они сказали, в доме есть 70 сантиметров воды. Я говорю, нет. У нас высокий, видите. Значит, вы не пострадали. А насчет того, что со скотиной случилось? Ну, это уже вообще другая. То есть это ваш бизнес просто? Это наш, да. Это мы как хотим уже. Хотите, идите воруйте, да и по новой. Путин что сказал нам по телевизору? 10 тысяч каждому пострадавшему, каждому. Мы не пострадавшие. Вчера я обошла все. Администрацию. По защите прав населения. Нет, я не попадаю под эту графу. Акт не составлен. Акт, что в доме воды не было. Все, вы не потерпевшая. Я говорю, что у меня вообще ничего нет. Я выносила яйца, продавала, и она это жила. У меня свадьба завтра у дочери. У меня был полный подвал продуктов. Теперь их нет. Что было в холодильнике, оно все стухло, потому что света нет. А как мне сказали в приемной президента? Как нет? Город уже со светом. В приемной президента, наверное, есть свет? Ну, это естественно. А у вас нет? В Краснодаре. А у нас нет. И сказали, неизвестно, когда будет. У нас подстанция вот там дальше. Она утонула. То есть это когда будет свет? Когда новые поставят, просушат провода. Правильно? То есть сколько мы еще будем, я не знаю. Где искать справедливость? Нас просто потопили, как котят ночью. Потопили. Не предупреждены. У меня знакомые. А вот все-таки утверждают, что предупреждали якобы. Нет. Нет. Никого не предупреждали. А сейчас ходят еще и говорят, подпишите за 10 тысяч бумаги, что вы были предупреждены. Потому что вы помощи-то не дождетесь. А зачем это им надо? Для того, чтобы потом в суд не подавали? Чтобы Кручко не сел с Ткачевым. Чтобы они все-таки, ну, сняли с должности Кручко. Но сняли. А он сесть должен. А Жириновский правильно сказал. Да их тогда было давно на площади повесить. Ира. Ну, а что не так? Тихо. Ну, да, конечно. Пусть человек не сдерживает себя. Не волнуйтесь. Это... У меня знакомая живет недалеко от Кручко. И говорит, пол одиннадцатого подъехали машины. Я, говорит, еще думаю, переезжает что ли? Что так поздно? Машину грузили. Вот вы подскажите, он пострадал? У него, может, тапочки замокли хотя бы? Нет. Он вывез все. То есть он лично сам был предупрежден о том, что надвигается беда? Это да. Он был, естественно, Кручко, он был предупрежден. Ткачев всех предупреждал. То есть фактически чиновники бежали с места намеченной трагедии, спасли свои шкуры, а вас оставили здесь погибать? А нас оставили. А нас оставили. Нас просто оставили. Вот квартальная живет рядом. Все знают номер телефона. Ну, правильно, главы? Он бывший военный. Ну, они же могли ему позвонить. А беги! А милиция? Когда мы пошли в туалет, я думаю, авария, что ли, так вот выглянула? И здесь перекрыта была дорога, милиция стояла. Зачем они ее перекрыли? А теперь вот уже думаю, раньше не придала значения. Я думала, это просто авария. А в рупор нельзя, когда надо машина, отойдите там, подвиньтесь. Они говорят, у них все работает, правильно? У нас тут домов несколько, которые вот приняли действительно первую волну, самую сильную. Потому что же и бревна мы расчищали. Здесь что только не было. Вагончики железные нам принесло. В рупор, скажите, люди, бегите. Правильно? Все. И люди бы убежали. А как вы считаете, почему не предупредили? Ну, видимо, у них времени не хватило. Нет, Ира, панику нужно создать. Быстрее надо свое спасать. И если сейчас они все это объявят, у людей будет паника. Они все ринутся, кто на трассы, кто туда. А так тихо, мирно. Как котяты, кто-то предупреждает, что их будет топить. Нет. Что люди говорят? Сколько людей погибло? Вот люди по телевизору говорят. Нет, то, что по телевизору, это не... А вчера почему-то 167 по убывающей. Ну, то есть трупы оживают у нас в моргах. А на самом деле 3,5 тысячи трупов. Вы проедете по моргам. Наш морг не справляется. Увозят в Славинск, увозят в Абинск. Магнитовские рефлижераторы. Магнитовские рефлижераторы забивают и увозят. Так 160 не войдет туда? Войдет. А сколько уже? А что делается в морге? Бабушка умерла, у знакомой. И они пишут. Сердечная недостаточность. В попыхах ведь ты не будешь сразу читать. Мерла в смысле утонула, погибла, да? Да. А написали сердечная недостаточность. Так она их там чуть не убила, этого патологоанатома. А почему? А мне, говорит, нельзя много писать. Того, что на самом деле, что вот наводнение. Это же иначе же миллион выплачивать надо. А так сердечная недостаточность, ну и хороните ее сами. То есть государство даже на этом хочет сэкономить? Видимо, да. Даже на этом, как всегда у нас. Спасибо. Потому что много очень, по миллиону. Каждому, если, а есть три тысячи. А ребенка, маленький ребеночек утонул, знаете, да, в Баканке? Они из Баканки ехали. И вынесла его, рассказывала, да, потоком. До сих пор еще пройти не могут. Крымск стоит в низине. Версии произошедшего по большому счету две. Официальное. Горные реки впитали воду, вышли из берегов и обрушились на Крымск мощью девятого вала. И вторая, муссируемая общественностью. Во избежание еще более крупной экологической катастрофы, при которой вода Неберджаевского водохранилища, смыв нефтебазу, затопит порт Новороссийск и уйдет в Черное море, было принято решение пожертвовать Крымском. Неберджаевское водохранилище находится вон там, в горах, высоко. А здесь устье реки Адагум. Именно с Неберджаевского водохранилища, как утверждают местные жители, и пошел спуск воды. И вал этой воды пошел по устью реки. Река Адагум, обычно мирная, мелководная, в ту злополучную ночь превратилась в какое-то ревущее чудовище. По официальной версии, она вышла из берегов просто так, от ливневых дождей. Но местные жители утверждают, что все далеко не так просто. У нас колодец вон там, вот так, почти на высоте колодца шла оттуда вода. У нас там все позагорожено, и двери есть, и все это самое. И ее оттуда внесло, отсюда внесло, из кухни внесло, через кухню шло вот эта вода вся. Вот еще земля, мы еще не смогли пособирать все под буфетами. Вот это все заквасило, весь низ вон. Я еще газовые печки не раскрывала, стол не раскрывала, не мыла. Вон, смотрите, что делается в столе, вон, муляка все. И газовых печках. Я только вот два буфета успела вымыть, ничего не успеваю. У меня муж лежит, надо с ним возиться. А тут вот, видите, что? Вот это здесь все было, вот, земли, вот сколько лежало слой. Это сын уже старший, бедный, тягал. И здесь вот еще сколько лежит, знаете, я тропинку с животным вон протоптала. И мы немерено, вот, земли лежит кругом. Все замулило, все замулило кругом. И говорят, что это вода, это ливень, от ливня вот это. Вон, бугры земли кругом. Трех сторон затопляло. Вот родник здесь, сверху с гор идет и с речкой смело все. Вещи все, дом разрушило, уголь все. Вот не знаю, куда сейчас детей девят. Нет. Сколько у вас детей? Пять внуков у меня, у меня они живут. Ну, семье, 12 человек в семье. Сейчас негде жить, не знаю. Куда обратиться, что нам делать. А государство разве не собирается вам выплачивать компенсацию? Ну, компенсацию собираются, будут платить. Ну, а жить здесь уже внуку, дети боятся здесь жить уже. Каждый год у меня затопляет. Вот здесь, в этом доме, постоянно у меня затоплено. Никакое внимание, не знаю, куда, кому обратиться. Ну, после такого вот разрушительного наводнения уже должны что-то, наверное, начальство-то местное. Ну, я еще не обратился, не знаю, куда обратиться, кому обратиться. Разрушенный вес, вот можете снимать здесь, ничего, ничего не осталось. Вещи, дом там уголь, сель, в доме еще вода. Не знаю. И вода до сих пор в доме? Да, вода до сих пор в доме. Скажите, а вас предупредили о том, что... Никто ничего не предупредил. Абсолютно никто ничего не предупредил. Ни по радио, никак, ни смс на мобильный не приходил? Где-то в девяти выключили свет, газ заранее выключили. Свет не было. Детей некуда было девать. Может быть, отключили свет во благо, чтобы никого не убило, ненароком, током-то? Не, они же, наверное, и знали, поэтому и выключали свет все. Вот после девяти часов уже некуда было деваться, вода уже полностью здесь вокруг дома идет. Детей куда девать? Я посадил детей в машину, вот здесь родник. Машина не проходит. Я звонил сыну, сын оттуда, на ту сторону. Я говорю, руками их вытаскивают, спасти детей. Их пятеро было, но я не мог. Вот уже метров полтора вода поднялся, я не мог. Звонил сын в МЧС. Прислали ЗИЛ. ЗИЛ боялся приехать. После этого случая кто-то звонил в администрацию. Ирина Витальевна, главе администрации Нижнебаканского, ну, Небержаевское поселение. Она прислала УАЗик, сын за рулем, ей сын. Спасибо им, чтобы спасли моих детей и внуков. Она всех, и мат у меня старая, посадил в кузов и спас. Я тут остался до утра. Я все прекрасно сверху видел, как все творяется. Это резко где-то часов. Начало четвертого, ну, приблизительно так, волна сильная пошла и грохнула весь. Вот это, на вес, вот смотрите, снимайте, пожалуйста. Анатолий, Анатолий, скажите, а почему, как на ваш взгляд, откуда эта волна взялась? Я не знаю, я не могу сказать. Я не могу сказать. Вот от дождя, ну, шел ливень, сильный дождь. Такого не было, я не видел. Столько лет я здесь живу. Я не могу сказать ничего, не знаю. То есть для вас это загадка пока? Ну да, я не знаю. Откуда, ну, дождь, наверное. Речка не очищена уже столько лет. Может, от этого набирался силу и резко все вот это произошло. А с гор могло прийти тоже? Ну, не знаю, конечно. Ну, с гор тоже, она переливается в речку и речка поднимается. С гор у меня вон оттуда, с родника у меня вообще в этом доме, где я живу, с трех сторон затопляет каждый год. Ну, не такой силы. Ну, затопляет двор, все, где у меня скотина. У меня скотина там кое-как я спас. Ну, маленькие телочки, бички остались. Собака, кури. Ну, хозяйство, все, и вещи у меня, и имущество, вес. Вот, то, что осталось, затопленное. Остальное мебель у меня вон стоит. Вон, стоит, лежит в грязи. А со мной половина там, вон, стоит во двор. В грязи полметра грязь. Куда эту грязь? Как я не знаю. Я инвалид, сам не могу ничего делать. А вот и сюрприз. Найденный совершенно случайно. Снаряд от гранатомета. Со времен войны. Вымыло. Принесло волной. На примере этого дома очень хорошо видно, какого уровня достигала вода в момент наводнения. Между тем, нормальный уровень воды в реке вы сейчас увидите. Вот она, эта речка. Посмотрите на уровень воды. А теперь обратите внимание, позади меня тот самый дом. И какого уровня достигла вода. Кстати, тот мост, на котором я сейчас стою, только что отремонтировали. Его размыло в ту ночь. А это ваша машина. Да, и машина, постаралась вода вынести. Вот эти очень закрыты были сильно, ну, наглухо. И это тоже вообще... То есть и ворота тоже сломала волна. Да, и ворота, да. Волна. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот приподняла, вот. Но не смогла вынести, как бы. Ну, машина уже тоже не годится как-то. Вот уровень воды, смотрите. Вот он, мой рост. А вот уровень воды. У меня рост метр шестьдесят восемь. Значит, получается, ну, где-то метр восемьдесят. Некоторые документы тоже вот уплыли, все, вот одежды там уплыли. Вот, ну, просто трагедия, ужас просто, понимаете. Уже сейчас до сих пор себе не можем прийти от этого шока. Что дальше делать, мы даже не знаем, понимаете. А как же помощь от государства? Компенсации? Ну, обещают, но не знаю. Дай бог, чтобы все было, да. Еще не дали? Пока нет, пока мы оформляем документы, все. Через суд говорят, что это может быть. Ну, не знаем. Через суд? Да. Через суд может сделайте, говорят. Ну, дай бог, чтобы... А с вас не берут никаких подписок, что якобы вас предупреждали о том, что будет наводнение? Никакого не было, нет, нет, нет. Все нормально. А если будут предлагать такое, вы откажетесь или подпишете ради того, чтобы получить компенсацию? Да нет, зачем? Все правду надо говорить, зачем? Ради денег я... Нет, что вы говорите? То, что было, пожалуйста, ну... То есть, чего не было, наговаривать не будете? Не, 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 не надо, не надо. Бога боимся. Нет, этого не надо делать. Спасибо, вот ту ночь ее муж меня спасла. Внук вот так воду тянул туда. Вода из горы пришла, из Неберджаев. С Неберджаевского водохранилища? Да, да, отсюда пришла. Рыбы ловили мы. А рыба в Неберджаевском водохранилище водится, да? Вот здесь рыбы ходили, брат. Вот, не верите, соседок спросите. Пойдемте, в каком доме мы живем. В этом доме можно, скажете, вы знаете же? Не знаю, мучаемся, очень мучаемся. Колодец, вода полная была, все. Ничего у нас не осталось. А в Нижней Баканке много народу погибло? Не, они говорят. Но дети пропали, не может найти. Тукачев обещает, не знаю, будет давать, нет. У меня сын в горячей точке служил, Абхазия. Умер, тукачев, письмо писали, не помог. Из Москвы Путин меня две тысячи послал, я сыну памятник сделал. Путин две тысячи прислал? Да, а здесь никуда у меня нет. Щедрый Владимир Владимирович. А вот это видно, какой уровень воды был. Да, два метра был. Два метра. Пройдем сюда. У нас просто все, что в кредит взяли, еще платить надо полтора года. А у нас ничего не осталось. Не знаю, будет работать, нет. Все, мебель, все ушло, понакупали, все попривозили. Не знаю, что мы будем делать. Детям помогите, а остальные меня нечутят. Детей к матери отправили, чтобы у них тут же невозможно. Мы сами у соседей, у людей ночуем, чтобы тут невозможно никак. Мы же не прописка у нас есть, баканская. А этот дом не на нас оформлен. Нам просто оставил дядька, уехал. Америку уехал. Америку уехал. Мы не можем, денег нет, чтобы дом купить. Что будет с нами, не знаю. Можно в этом доме жить, скажите? Ну, лично я бы не стал. Вот лопается. Вчера так не был, сегодня начал лопать. Жара будет, она лопается. Сама нам же это, да. Вся мебель ушла, детская все ушло. Открыли водохранилище, чтобы келенджик не затопило. Потом я им позвонила. Хорошо, что я позвонила. Если бы не позвонила, они бы заснули. У нас трое маленьких детей, они бы все погибли. Если бы мне не сказали, я бы их не предупреждила. Я на работе в ночь была. Тапочки работают. Сыну тоже. И поэтому. Нас не предупреждали. У меня в телефон постоянно. У нас вот четыре телефона, хотя бы в одну, ну, можно было смс. И Билайн, и Мегафон все. Не поступило никаких смс. Даже не предупреждали. Они сами не ожидали, что так будет. Просто. Вот дочка рыбы. И я в ночь работаю, в день я постоянно дома была. Дождя сильного такого не было. Потом в ночь сильный пошел. А целый день дождя не было. Зимой столько снега было, растаялось, не затопило ничего. И за какие-то шесть часов у нас такая вода. Это открыли где-то такой воды. Первый раз я вижу. У нас в 2002-м было, такой сильный не было. У нас все разрушило. Это ваше личное подозрение, что они открыли Небирджаевское водохранилище? Уже вы были, мы же 20 лет. Живем здесь, мы живем. Вот уже до коленя было. За пять минут уже до коленя. Уже люди не могли вообще выходить. То есть никакого другого варианта вы не допускаете? Мы уже просто вышли вот с дома, уже вот до коленя вода. А уже люди все на второй этаж туда вышли и там сидели. Представьте, какое течение машины все. Конечно, дети погибнут. Как там, что, 15 килограмм. Там объявление висит, что трех лет мальчик погиб. Конечно, они не предупреждали, это знают. Мы здесь 20 лет живем, мы как пять пальцев знаем свою территорию, все. Мне предупреждают. За какие-то считанные минуты вода пошла по всему. Какая большая территория, все затопило. Крымск еще страшнее. Там воняет, невозможно ходить. Везде воняет. Не убирается ничего. Ничего, ничего не осталось у людей. Там вон в соседах я кричала ночью. Хорошо они успели. У них беременная женщина есть. Ребенком. Я успела кричать, а они вышли. Только себя спасли. Ничего не успели. Документы все ушли у них. Так сегодня выглядит центральная часть Нижней Баканки. Слушай, Вера, там уже варанг разложился. Ти-класс нежней Баканки. Ти-класс. Ти-класс нежней Баканки. Верну. Продолжение следует... Могильщики местного кладбища рассказали, что кладбищ в округе несколько. А поскольку трупы развозили и в Геленджик, и в Новороссийск, и в Славинск-на-Кубани, то хоронить могут и там тоже. Зловещие слухи о тайных братских могилах при этом не подтвердились. Крымское кладбище. Именно здесь хоронят тех, кто утонул в ночь на 7 июля во время наводнения в Крымске. Видим, что здесь 4 ряда могил. В каждом ряду по 20 таких могил. Совсем свежие могилы. На каждой из них значится 7-е, 07-е 2012 года. Получается 80 захоронений. Вот там выкопаны свежие могилы. И, по всей вероятности, этот участок тоже отведен под свежие захоронения. Если бы жителей предупредили о том, что Крымск выбран в качестве разменной монеты, жертв были бы единицы. Только среди совсем уж немощных. Но их предупреждать не стали. Почему? Вывод напрашивается уже привычный. Власть неохотно расстается с деньгами, предпочитая пилить бюджет между своими, а не пользоваться им как инструментом во благо россиян. Вот то, что позвонили, когда уже ту часть Крымска заднюю затопила, уже полная кинотеатра «Русь» у нас народа была, и тогда мне уже с работы, с военской части позвонили. А так никто ничего не знал, мы понятия не имели. Дождик шел, ну дождик сколько? Ну день шел. У нас осенью и неделями идет, и никогда такого не было, конечно. И какая сильная волна была? Высокая? Ну у нас снесло забор, снесло ворота, окна повыбивало, у родителей тоже через две улицы дом тоже все повыбивало, маму с чердака снимали с ребенком, МЧС вот лодкой тоже. Ну глубина очень сильная была, заборов ни у кого видно не было, крыши у многих видно не было. А МЧС сразу же прибыло на место? Нет, получается у меня маму забрали уже ближе к обеду. На следующий день? Да, уже ближе к обеду. А до этого где была МЧС? Тут не подъехать, не подойти, тут ничего видно не было, мы тоже сидели дома. Думали не дойдет, у нас в 2004 году не дошла в дом вода, и вот как-то надеялись, что обойдется. Ну не обошлось. У нас тоже все пропало, все-все-все, у нас ничего не осталось. Мы живем с мужем на первом этаже, обратно вверху, у них все в порядке, у нас ничего вообще не осталось. Все сушите или все пришлось выбросить? Все разбухло, тумбочку даже выносишь, она прям разваливается, вся мебель разваливается. Самое главное, сами уехали, остальное бог с ним. Молодые заработали. А компенсацию государства? Ничего пока еще не получили. Вот мы с супругом здесь живем сколько лет, а прописаны тоже в воинской части, пока ничего не получили. По телевизору говорят, что уже по 10 тысяч выдают вовсю. Ну у нас не родители, здесь родители прописаны, они ничего не получили, и мы ничего не получали. Нигде. Деньги все уплыли, все документы, паспорт у меня остался, все. Остальное все уплыло. Денег нет, никаких. Речка Адагум. Именно она, по официальной версии, стала виновницей наводнения. Но местные жители утверждают, что это не так. Ведь дождь шел всего лишь несколько часов, и вдруг река подняла свой уровень на 7 метров. Возможно ли такое внезапно и так быстро? Часов полчетвертого, я уже проснулся от шума там, в нижнем этаже сын там был, вот это они там, вода у них дошла до кровати, видимо, и этот какой. Ну я вышел уже, вот машина вот здесь стояла, и, значит, уже в салоне была вода. Ну у меня там документы были, естественно, я уже так залез в воду, достал документы. Бросились спасать? Да, начал там что-то внутри было, там инструмент, что успел, вытащил. Ну, вода буквально, вот за сколько времени, вон видите, вон те ступеньки, я с багажника туда раза два сходил, и вот вода поднималась, что я уже это бросил, и, ну, быстро поднималась, не знаю, в течение полчаса машина скрылась, короче. Скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, что может быть причиной такого наводнения? Ну, вот по-моему, как это говорится, это второе наводнение, ну вот в тот раз было, значит, наводнение. В 2002-м? Да. Значит, ну тогда были действительно, ну как, объяснимый факт, то, что, ну, я, может быть, неграмотно не знаю, ну, как говорят, значит, такая вот была, как это называется, с моря, ветер, смерч, вот это забирает, значит, воду большой объем, и бросил вот так вот, как говорится, на... Принес сюда и швырнул? Вот так вот. Ну, тоже как-то непонятно, в чем непонятность. Допустим, вот в Нижней Баканке, допустим, было в два часа или в три часа там, значит, пошел вот этот поток воды. Ну, я не знаю, конечно, с какой он скоростью, а через три часа сюда пришел. Вот, то есть, вот у меня дома. Вот тоже как-то это непонятно. И то же самое и сейчас было, я не знаю точно, во сколько в Нижней Баканке, но я не знаю, может быть, вода с таким потоком, она идет, но... Вы там были, местные жители говорят, что в час ночи. В час ночи. Ну, вот, значит, вот отсюда этот поток дошел где-то через два часа. И точно так же и этот. Ну, во всяком случае, я не знаю, там, утверждать то, что это, что-то там такое, там, это вот именно дождь, я не уверен. А что это может быть? Ну, где-то что-то. Я не был просто в тех местах, не знаю, что там есть водохранилище, как оно расположено, я не знаю. Вы подозреваете, что это мог быть сброс? Ну, только может быть, что? Вот такой поток, как даже и Ткачев объяснял, 7 метров волна. Ну, это как? Его сдерживали, сдерживали, и потом, значит, пошла вот так вот. Только так можно объяснить. А так, ну, как можно? Из-за дождя и дождя. Вот левень идет все, да? Ну, к примеру, будет подниматься там за каждый там час там на 10 сантиметров, на 5 сантиметров уровень чего-то там, реки или здесь у нас. Ну, не волной будет идти, во всяком случае. Говорят, что по 10 тысяч, значит, каждому дали и высчитывают еще какой-то подоходный налог или что. Да, на руки дают где-то больше. Да вы что, 13% высчитываете? Да, 8-700 дают на руки. Это за что высчитывать? За что? Какой подоходный налог? Люди вообще в панике. Как? За что высчитывать? Какой подоходный налог? Я вообще поражаюсь. Ну, наверное, государство воспринимает эту компенсацию как доход гражданина? Ну, может. Ну, какой тут доход? Какой ущерб? Вот, сейчас и посуда, все. Это вообще-то страх божий. Страх. Вот я вот такой грязи, здесь вот уже вот сейчас вот и посуда, и куртки. Все-все-все-все прахом пошло. У тебя сторона вообще... Ну, вообще, я не знаю. И что еще можно это самое еще высчитывать? За что высчитывать? Вот так нес уже ребенка, волной смывала его. И какой-то человек позвал, говорит, приходите. Они всю ночь, говорит, на чердаке просидели. Они просто отсюда рванули к бабушке, бабушка на Кочергина живет. 50 метров проехали, ну, там где-то, и, говорит, попали. А где было МЧС? Ну, я не знаю. Это 2 часа ночи было. Какой МЧС? 2 часа ночи, говорит, темень. Вот сын скачил, говорит, вот на этом диване, он здесь спал, говорит, проснулся, что у меня спина мокрая. Потом, говорит, нога в воде. А тут уже кричали соседи, и это самое. Он скачил, пробежал, но благо, что у нас там еще есть вон там выход. На Адагумской улице поистине апокалиптическая картина. Это какой силы должна быть волна, чтобы ударить и занести забор на крышу дома? В Крымске стоит очень неприятный запах. По всей вероятности, здесь разлагались тела животных, тела людей, но трупы уже убрали, а дышать все равно неприятно. Поэтому пользуемся вот этим. Мы увидели воду, вот когда она была на первой ступеньке. Начали в суматохе собирать вещи. Ну, думали вещи, а успели только паспорта. Нас, дверь у нас открывается в подъезд, поэтому уже через несколько минут мы не могли уже ее открыть. Мы открывали окно, кричали, наши соседи, подъезд у нас все люди нашего возраста. Одну слава Богу, что здесь жили квартиранты, молодой человек, а на пятом этаже купили квартиру. Благодаря им нас спасли. Нашли веревку, завязали, подняли на козырек балкона, а потом уже через окно, вот эти, которые в подъездах окна, выбили его, вот можете посмотреть, и нас спасли. Город никто не предупреждал, потому что у нас городок небольшой. Даже если к нам приезжает какой-то цирк или какое-то культурное мероприятие, и машина с микрофоном проходит и говорит, мы уже все жильцы слышим это. Если бы нас предупредили, мы хотя бы собрались вот на квартиру, документов почти нет, только паспорт и какие-то удостоверения. То есть ничего не осталось? Ничего не осталось. Высота воды в квартире где-то, я не знаю, 2-10, наверное. Вот дошла она вода, даже уже начал перешивать второй этаж. Вот она покрыла площадку, вот ее отметка. Видите? Сколько еще? Раз, два, три. Три. На четвертую ступеньку. Вода заходила из-под пола в окна, в двери, отовсюду. А как вы считаете, вообще от чего могло быть такое? Население нашего города не верит в эту версию, что это четырехмесячные осадки. У нас в горах, в сторону Геленджика, есть два больших водохранилища. Одно водохранилище раньше, сейчас не знаю, питало Новороссийск. И я так думаю, что это из двух больших бед выбрали меньшую. Новороссийск город большой, он промышленный, там много курортников. А наш Крымск, он городишко маленький, поэтому решили вот такую ситуацию создать. Десять лет назад у нас это же повтори было, в 2002 году. Но тогда вода в моей квартире была на 40 сантиметров. Естественно, ну что нам тогда дали? По 20 тысяч рублей на мебель и по 2 тысячи рублей на каждого жильца, который прописан в квартире. Вот тогда была оказана такая помощь. Ну вот так. А сейчас я слышала, что люди говорят, президент сказал, что дадут нам 50 рублей, 50 тысяч нам даст Краснодар, 10 тысяч нам даст Краснодар, по 100 тысяч нам даст Москва при полной потере имущества. Ну я думаю, что все-таки нас в беде не оставят и хотя бы нам сделают ремонт или что-то такое. Это невозможно. Для нас вообще старых людей это шок. У меня муж умер 2 года назад. Слава Богу, что он до этого не дожил. Вот все, что есть. Одна посуда вот на кухне стоит в городе. Вот это все, что спаслось. Вот это не знаю, отмоется, это не отмоется. Вот оставили холодильник, стиральную машину и газовую печку. Потому что если газ подадут, то может быть хоть кушать можно приготовить. А в вашем доме все выжили? Значит, в нашем доме выжили все. Но у нас вот 12 квартир, у нас 60-ти квартирный дом. 12 квартир пострадало вот как у меня точно. Вот, смотрите, все, что есть. Вот еще посуду отмоем, конечно. 160 тысяч, это вообще смех. Это вообще смех для вот такого вот бедствия. Люди считают, что занижены факты смертности, потому что молодежь, они сейчас продвинутые, они уже посмотрели в интернете, что если жертвы, значит, какое-то количество превышают, значит, уже должны не такие деньги нам заплатить, а больше. А сколько, говорят, погибли? Ну, я не знаю. Люди говорят по-разному, но вроде бы 650 даже панихид заказано уже в церкви. Так это ж кто не заказал, у кого-то неопознанные, у кого-то что-то. Не знаю. Слухи, конечно, есть. Ну и, конечно, не 160 человек. Не надо даже людей смешить. Вот эта сторона улицы у нас от реки. Она очень низкая. Тут через каждые 3-4 двора женщины, ну, такие вот, 70-70 чем-то. В возрасте. В возрасте. Вот если вы хотите, пройдите, и вам тут скажут, в каком дворе кто погиб. В основном в возрасте. Дети пострадали, и мужчины, эти люди в возрасте. По идее, Крымск надо расселять, ведь его затапливает чуть ли не ежегодно. А если завтра будет еще более страшное наводнение, не уйдет ли город под воду целиком, унеся жизни десятков тысяч человек. Но расселение – это большие деньги. С другой стороны, расселив Крымск, можно не опасаться катастрофы с Новороссийском и нефтебазами, экологических ЧП и штрафных санкций по неисполненным контрактам. Для этого необходимо раскошелиться, а правительство не хочет. Получается, что наши с вами деньги, составляющие бюджет страны, работают не на благо граждан, а расходуются из коммерческих соображений бизнесменов от власти. «Вот тут дети у нас сидели, плавали, четыре с половиной часа. Да, прошло. И звонили, и…» «Это вот прямо под потолок практически. Да, да, да. А вот она, вот она вода была. Вот мы держались, да вот эти провода, вон они даже приотклонены. Я вам откровенно говорю, это не было наводнение, это спустили воду. Невозможно столько дождя, дождь шел мало. Чтобы вот такой поток воды был, за несколько секунд я стоял на подоконнике, я даже считал. «То есть это как цунами просто прошло?» «20 минут, говорю, ребята, 20 минут, 20 сантиметров воды осталось до окна. Потом я говорил, минут пять и стекла начнут вылетать. И мы уже отошли от подоконника, залезли на вагонетки, и стекла начали там, в тех комнатах лопаться. И поток воды сюда лопанул. Это невозможно так быстро. Так это, вот я считаю, это мое мнение, я не знаю, как она, но я считаю, это был поток воды, спустили воду откуда-то. И извините меня, рыба везде плавает. Что это? Зеркальный, карп, сазан, откуда это? Это что, у нас в речке такая рыба водится? Я не верю в это. Не водится? У нас такой рыбы нет. У нас речка загрязненная, речка у нас летом вообще сухая, откуда там такая рыба? А в Небельжаевском водохранилище водится? Ну, там, говорят, разводят и осетрину, и зеркального карпа, и сазана. Получается, оттуда. Хотя они утверждают, что это не так. А почему они утверждают, как вы думаете? В чем? Потому что они не хотят на себя брать вот это все. Уже такое было. Не так давно у нас было наводнение. Третью школу топило. И тогда все-таки выяснили, что открыли шлюзы. Это было грушовое, там озера какие-то. Они их открыли, слили воду, чтобы не затопило нефтебазу. Вот она и вышла. Вы считаете, что нынешняя история приблизительно такая же, только уже в масштабах города? Да. Тут получается о том, что на Новороссийск было сливать воду, либо сюда на Крымск. Взяли, слили на Крымск. Потому что я не верю. Вы знаете, в чудеса я не верю. А почему не предупредили, как вы думаете? Вы знаете, я не знаю. Я единственное, что, мне успели позвонить по телефону. Это было ровно полдвенадцать. Я даже всем тут сказал, работникам. Я говорю, ребята, нижнюю баканку смывает. Идет течение. Это мне позвонили. Полдвенадцатого. Вам какой-то знакомый позвонил? Да. И мы все равно, мы даже это в голову не взяли. Мы не подумали, что такой масштаб может быть. Но потом выключают свет, темно, ничего не видно. И мы не можем понять, почему света нет. Мы давай звонить на электростанцию, когда нам свет дадут. Мы же пекарям, нам печь надо. Но когда открываем двери и когда видим, что вода уже у порога, мы собрали сумки, собрались выходить, когда забегает хозяин пекарни. Говорит, не выходите, там уже течение прет, волна, машины смывает. Мы сюда и закрываем двери, и фонтан. Извините, за несколько секунд такое невозможно. Я не верю в дождь. Скажите, пожалуйста, а власть лжет о количестве погибших? Конечно. Это 100%. Потому что вот на нашем куске людей больше погибло. Вы понимаете, это было, вот смотрите, в пол первого вода пошла. В час воды было уже где-то, ну по пояс. Я приблизил, потому что вот они часы. Я на время постоянно смотрел, засекал, как вода прибывает. Поэтому все спали. Это промежуток. Все легли спать. Это огромное количество людей все-таки было, которые спали. Погибло больше. Я не верю, что там 150 человек или 140. Не верю я в это. Это вранье. Полное вранье. А точную цифру люди, ну хотя бы близкую к правдивой, как людям кажется? Какая цифра? Самое близко, это вот просто вот пройти хотя бы вот по вот этой улице, посчитать сколько домов. И все. Посмотреть маленькие домики, где жили пенсионеры. Ну просто-напросто пожилые люди. Это 100% они не успели выбраться. И тем более, где они? Почему ихние дома и ихние дворы никто не разгребает? Людей нету. Пропали без вести. Где они тогда? Вот и выходит, что они погибли. А в течение было такое, вы извините, машины на деревьях висят. Чего человека унести? Легко течением вынесет. А какая обстановка сейчас в городе? Как люди вообще относятся к местной власти, к краевой власти? К власти никак. К нашей местной вообще никак. Они ее ни во что не ставят. Потому что она нас подвела. Помощи не было. Никакой. Ни предупреждения не было, ни помощи. Поэтому сейчас все люди будут относиться только к приезжим. К приезжей власти. Вот к ним, да. Им будут верить. Вот сейчас нам говорили, там будут выплачивать по 10 тысяч. Опять суета. Говорят, идите туда, идите туда. Хорошо. Если люди пойдут туда, кто будет это выгребать? Кто будет вот это все восстанавливать? Никто. Потому что нету. Нету никому. Это никому не надо. Стоять в очередях, деньги ждать? По 10 тысяч, да это смешно. Когда-то там миллионы уже. Полностью разрушенных или покосившихся домов в Крымске полно. В принципе, в таком доме жить уже невозможно. Жителям Крымска митинговать некогда. Они заняты восстановлением своих жилищ. Если, конечно, осталось, что восстанавливать. Первый шок прошел. Эмоции сменились взвешенной оценкой произошедшего. Главный вывод. На власть рассчитывать нет смысла. Спасаться надо самим. Все благодарят соотечественников за присланную гуманитарку и волонтеров, которых по-прежнему не хватает. Вон у меня жена спасалась. Выбивала вон то окно, потому что дверь не могла открыть. Такая волна шла. С двумя детьми. Выплывала здесь по двору, ее течение подхватила. Вон там на углу только сосед, благо, помог перекинуть детей через забор. И она попала к матери моей. У нее дом повыше. На чердаке они переждали вот эту самую основную волну. А вас предупреждали, что будет такая волна? По крайней мере, мне на работу позвонили, что наводнение. Я стал уже звонить жене, телефон у нее утонул. По факту, что ли, позвонили? Когда уже началось? Да, уже началась волна. Я оттуда уже стал ехать. Сюда уже приехал. Здесь уже был максимум воды. И как все говорят, это не я говорю, что никакого предупреждения не было. Это точно. По крайней мере, моя жена спала, она спит чутко. Она услышала, что вода течет. И как говорят, что там сирены были, типа, ну, как сказать, народ предупреждали. Ничего она такого не слышала. Она только уже проснулась, что уже заходит в дом вода, а на улице уже по пояс воды. Моя мать тоже спала, пока я ей не позвонил. Потом только все побежали на улицу. А как вы относитесь к вранью власти, что якобы все-таки были? Это я видел по телевизору, что это там чешут. Это, короче, полный... Самое главное мне вот это, как бы, ну, случилось-случилось. Меня вот это вот такое возмущает, то, что все опять свалили на стихию. И, в общем, так я понял, хотят отмазаться от народа и все. Чтобы просто вот кинуть опять народ в очередной раз, как обычно это делается. А какая-то компенсация вам будет? Обещают. Ну, это опять же, я больше уверен, что это просто чисто, чтобы народ успокоился, чтобы не пошла обратная волна. А она пойдет? Ну, по крайней мере, по первой, многие люди ведь верят, что там... Вот мне тоже подходит, каждый подходит. Вот, да тебе новый дом дадут. Мне этот дом нафиг не нужен. Мне просто, блин, нужно, чтобы... Элементарная начальная помощь, блин, которую я сейчас не ощущаю. Вот и все. Вот сейчас жду, должны приехать завалить. Ну, извините меня. Если я уже не уверен, что будет какая-то компенсация, так как народу пострадало очень много, зачем мне последнее сейчас заваливать, потому что в доме я еще могу что-то спасти? Мне такая помощь не нужна. Я вам так скажу. Рыба гниет с головы. И поэтому тут сейчас искать виновных, это надо начинать с самого верха. Одно то, что сейчас Тукачев и до сих пор еще там поясничает перед народом, что там, а вы не угадали, да это не с неберджа, это вам вода течет. Вот это что это такое? Тут вот, если они сейчас, если врут, какая может быть уверенность у народа в дальнейшем? В помощи и во всем остальном. Тукачев должен ответить, да? Я считаю, что все должны ответить. Начиная с самой макушки правительства. Крымск оставил тягостное впечатление города, атакованного безжалостной стихией. Ведь будь удар семиметровой волны или обычное чиновное равнодушие к людскому горю, это тоже все из разряда стихий. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал Политвестник. Особая буква. Крымск. 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 Продолжение следует...